Всероссийская акция «Спасибо врачам» набирает обороты. К благотворительному проекту активно подключается бизнес-сообщество. На призыв партии «Единая Россия» об оказании помощи откликнулась компания по производству питьевой воды. Совместными усилиями главный источник жизни доставили в ковидный центр в Краскове. Жизненно важный источник для тех, кто спасает жизни. Три тысячи полуторалитровых бутылок. Такого запаса воды Центру по борьбе с COVID-19 хватит на месяц. В настоящее время здесь трудится около ста человек. В то время, когда медики на передовой, задача всех остальных – сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Акция «Спасибо врачам» стартовала она в середине месяца. Стартовала благодаря инициативе «Единой России» Московской области, руководителя регионального отделения Игоря Юрьевича Брынцалова, представителя Московской областной думы. И вот часть этой акции – это снабжение учреждений здравоохранения, которые у нас на передовой борьбы с коронавирусом питьевой водой. И медицинских работников, и пациентов. В больницы Московской области поступило уже миллион бутылок питьевой воды. Свою лепту в большое доброе дело вносят волонтеры, представители партии, а также крупные производители напитков. Мы, конечно же, откликнулись, потому что понимаем, что наша вода будет прекрасным дополнением к лечению людей, которые болеют, и также восстановлению врачей, которые работают. В данный момент мы подобрали самую, скажем, лучшую воду, даже передаем детскую, поскольку она вообще самая полноценная, подходящая для любого возраста людей, тем более тех, которые сейчас, возможно, болеют, им нужно еще больше поддержки. Хочу пожелать нашим врачам здоровья, счастья, и чтобы они держались и побеждали, а нашим больным, которые сейчас находятся здесь, чтобы скорейшее выздоровление и возвращение к обычной нормальной жизни. Доставка воды – небольшая часть масштабного проекта. В рамках акции «Спасибо врачам» медработников обеспечивают средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами. Меры поддержки будут действовать до полной победы над пандемией.